Все действия надо отточить до автоматизма. Учат бойцов, опытные инструкторы и командиры. Неважно, обычная это изготовка к стрельбе или работа из-за укрытия, жара на улице, проливной дождь или снег. В любых условиях профессионал должен оставаться профессионалом. А задача должна быть выполнена и желательно без потерь. Грамотные тактические действия в бою – приоритет. Сейчас мы отрабатывали нарезку углов, то есть это стрельба из укрытия. Работали мы в двойках, то есть один прикрывает, другой перемещается. То же самое, нарезаем углы, смотрим, пустой угол, либо с противником. Сначала проходит занятие до обеда, это тактика. После обеда мы приходим сюда уже с отработкой с боеприпасами. Каждый день. Рядом со стрельбищем жизнь кипит не менее насыщенная. Трехэтажное здание со скалодромом и макетом вертолета Ми-8 сегодня в роли тренажера. Десантирование с помощью альпинистского оборудования – неотъемлемая часть подготовки бойцов. Мы тренируем спуск до какого-то препятствия, работаем по этажам. Ты до первого балкона работаешь, до земли, либо сразу до земли. То есть мы контролируем скорость спуска, остановку, замирание перед землей. Тут нужна техника. Нужно правильно заломать веревочку, и она тогда нормально скользит. Выйти из летящего вертолета без парашюта. Для гвардейцев это не экшен, а часть работы. Веревки натянуты, руки готовы. На самом деле с вертолета довольно сложный ветер учитывать, потому что поток воздуха от винтов перебивает любой ветер. И когда спустился уже на землю, они очень сильно натягиваются ветром. Надо большую слабину сделать, чтобы отстегнуться. Под власть на витебским десантникам и водная стихия. Минирование мостов, работа с подводным оружием, выполнение инженерных мероприятий. Лишь часть возможностей голубых мереток. Пуски в зимних условиях. Температура воздуха минус 10, воды плюс 3. Работаем по одному, просто движение с миной. Установка мины под мост. Крепим и отходим оттуда. Под водой ориентируемся за счет сигнальника. Ну и плюс компас, движение по компасу. То есть берем координату, выходим в точку назначения. Костюм сухого типа. В нем тепло, он внутри не опреновый, не промыкает. В принципе, комфортно. Задач невыполнимых не бывает, говорят витебские. И добавляют, десант – это не только про мастерство. Это про характер. Крепкий, как алмаз, и надежный, как стропа, парашют. Сергей Чураков, Дмитрий Бондарович, Алексей Латыш. Телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». Субтитры создавал DimaTorzok